МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если она в детстве не гоняла в музыкальную школу, то добрых процентов 90 жителей нашей страны способны подойти к инструменту и натыкать, ну, я не знаю, хотя бы... Чижика, допустим, пыжика или собачий вальс. Так что с праздником, друзья, с Международным днем пианиста! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Степин немножко подежурил за нас в микрорайоне Садовой. Смотрите, когда в снегопад машинка уезжает, от нее остается квадратик более-менее чистого асфальта. А теперь смотрим на фото от Александра. И мы видим, что вместо павильончика тот же самый квадратик чистого асфальта. А павильончика нет, а снегопадик есть. Это остановка аллея журналистов в сторону города. Вот такая история. 8 ноября – это не только Международный день пианиста. В России это еще и интересный праздник под названием «День первых признаков зимы». И вот вам, пожалуйста, по этому поводу фото от Марины Калугиной. Сирень, почки. Почки эти отросли примерно 4-5 ноября. Ну а дальше, дальше вы знаете, снег пошел. И еще одно фото – это от Михаила Аликина. Ручных белок в наших парках все знают. А на Мотовилихинском пруду ручные утки есть. И крошки хлебные охотно клюют с ладони. Можете попробовать сами. Ну, для начала давайте определимся с местом. Это улица Самаркандская. Она уходит вот туда. А теперь смотрите внимательно. Вот там раз куча веток, вот тут два куча веток, вот тут три куча веток. Причем такая хорошая куча веток с меня ростом. И лежит она тут, что характерно, уже давно почернели ветки, гнить начинают. И мы не первый раз рассказываем о том, что они здесь валяются. Но, видимо, специально обученные парни, которые должны приехать, погрузить их в машину и увезти, нас не услышали. Окей, мы повторим еще раз. Улица Самаркандская. Ветки после кронирования лежат и ждут, чтобы за ними приехали и увезли. Надеюсь, теперь нас услышали, да? Можем третий раз повторить. Можем, можем, правда. Но лучше вывезти. Мы уже говорили сегодня о том, что в календаре дат нынешний день считается днем признаков зимы. Мы нашли для вас еще один. Приглядитесь, видите? Городские собаки, они умные. Они знают, где согреться в холодный день. Ну, а ноябрь в нашем климате месяц только формально осенний. Фактически уже зима надвигается без вариантов. Кадр дня от дежурного по городу. Прежде чем попрощаться, напоминаем, наш конкурс на лучшую новость недели продолжается. Подарок вот. Сертификат на полторы тысячи рублей от компании-производителя детской одежды от 0 до 6 лет «Солнечный миф». Новый магазин «Солнечный миф» открылся на первом этаже торгового центра «Навигатор» на Ладыгина, 9. Приходите! На этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте номер нашего мессенджера «Вайбер». 8-951-952-02-22 Ну а на сегодня все. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока.